всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как сделать согнутый край у любой фигуры допустим тот же самый стикер тот же самый лист обычный то есть сейчас мы с этим разберемся но перед началом видеоролика будет небольшая рекламка но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx pack тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик и так при входе photoshop что мне нужно сделать первым делом мне необходимо выбрать инструмент овальная область создать новый слой обязательным и зажать им шифтом сделать такой вот круг в данном случае у нас это будет он играть роль стикера далее нажимаем выполнить заливку в разделе редактирования выбираем цвет цвет я выберу красный вот такой вот красненький цвет нажимаем окей и отменяем выделение отменить выделением клавишами control плюс dd английская если что дальше берем прямо линейное лассо и вырезаем вот как раз таки небольшой кусочек правой кнопкой мыши вырезать новый слой что мы теперь делаем теперь нам необходимо изменить цвет этого кусочка маленького который мы только что вырезали без разницы я вот темно-красный такой возьму сейчас вы увидите для чего это делаю так вот я это сделал что мне теперь нужно мне необходимо нажать control плюс т английской отразить по горизонтали и вертикали вот дальше выбрать инструмент перемещения и на стрелочке клавиатуры просто подровнять все это дело чтобы взять и подровнять чтобы он ровно тут находился эти у нас получилось на данный момент сделать эффект согнутого такого краешка но это только лишь начало не выключайте видеоролик сейчас будет то самое интересное переходим на основной слой нам необходимо выбрать градиент и сейчас градиент мы немножко подкорректируем я выбираю черного к белому и сейчас все это подредактирую в общем-то беру первый ползунок первый маркер и делаю ему такого темненький темно-красный оттенок добавляю сюда такой такой на таком значении я остановлюсь далее и беру обычный ярко-красный цвет все смещаю первый ползунок до 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 70 475 примерно так и нажимаю ok дальше теперь видите ну получилось ничего пока не видны сами видите то есть эффекта пока никого нету нам нужно чтобы получить эффект сменить угол изменить просто угол сейчас у меня расположен угол на 90 градусов вы видите то есть у меня 90 градусов угол мне необходимо найти значение которое будет больше всего подходить я выберу 100 125 меня вполне устроит вот вписываем значение 125 и вы видите теперь уже более темненький оттенок красного направлен к согнутому краю дальше настраиваем тень темы в режиме наложения умножения цвет черный непрозрачности от 25 до 35 процентов выставляете смещение будет 5 размер у нас будет размах 0 размах это интенсивность вообще то есть сама интенсивность размер будет 15 пикселей угол соответственно 90 при глобальном освещении мы сделали такую легкую тень но впрочем то это нам придает небольшой объем не так сильно виднеется но и впрочем впрочем то говорю слишком часто это слово но не суть так вот дальше делаем теперь этот согнутый кусочек нам необходимо делать от серого к белому свету тут я выставлю примерно 70 позицию этому маркеру дам 70 примерно так можно дальше дожидать чуть побольше 77172 а у 2 35 вот так в принципе их мне хватит и опять же необходимо изменить угол и непрозрачность выставить на сто процентов меняем угол нас у 25 результат уже совершенно другой вот видите что у меня получилось у меня получилось сделать согнутый стикер такой вот листочка стикера называть его как хотите дело в общем-то ваше и теперь мы можем добавить сюда абсолютно любой текст который только захотим написать который вообще влезет так вот можете писать вписывать свой текст который вы в принципе ты так захотите сделать ну так в принципе и сделаете вот тексту также можно признать какой-нибудь интересный градиент сейчас еще не выключайте мы ему добавим градиентик тоже вот шрифте что я использую юнисенс вы можете скачать его абсолютно с любого сайта где есть шрифты он довольно распространенный и найти его не составляет никаких трудностей control плюс т нажимаем трансформируем 1 чтобы трансформировать относительно центра зажимаем кнопку alt вот мы уменьшили дальше что нам необходимо сделать нам необходимо каждому из этих текстовых слоев придать градиент вот градиент я сейчас сделал такой и опять же угол главный угол поменять на 90 градусов чтобы он где-то с кратом был а градиент а именно 90 градусов и вклеиваем такой же градиент на второй текст дальше нам необходимо зажатым контролом объединить нажать control плюс я английскую и все это дело объединяем control плюс т разворачиваем от края мы можем развернуть соответственно примерно вот так сместить смещаем в общем вниз немножко на один слой есть нового немножко разворачиваем до наилучшего результата как по мне получилось уже неплохо не знаю пишите в комментариях понравились понравился ли вам видеоролик или нет ну а на этом я уже буду заканчивать сейчас покажу вам как его сохранить вам для этого необходимо объединить все слои и дальше что нам необходимо еще сделать убрать фон фон необходимо убрать и выровнять конечно соответственно убираем фон переходим в файл фон удаляем общем дальше переходим файл сохранить как внизу видите тип файла мы делаем png png добавляем и имя файла вписываем любое которое захотите нажимаем сохранить и сохраняем вот все на этом все всем удачи всем пока увидимся в следующем видеоролике а